Практическая психология Вот кто-то говорит, мой ребенок пишет, как курица лапой Некоторые приходят и говорят, боже, лучше бы я не ходила на это родительское собрание Показывали тетрадки и говорили, вот так писать нельзя Это оказывается тетрадка вашего ребенка То есть вроде бы учили все одни и те же закорючки, крючки, какие-то кружочки Но почему у одних детей получается красиво, даже можно сказать, каллиграфично А у кого-то, как бы он ни старался, ничего не выходит Ну, вопрос вообще достаточно сложный И вы вот сейчас очень интересно сделали Своей рукой графически показав какие-то элементы графического написания каких-то букв И вы знаете, наверное, вот сейчас пришла мысль Ошибка самая основная, почему у детей страдает почерк Ну, одна из основных причин Потому что родители, воспитатели, учителя В большинстве своем готовят руку к письму А дело в том, что письмо это не рука Ну, или скажем так, это не только рука Это вообще многофункциональная система И рука, она может быть где-то на третьем, на четвертом месте стоит, чтобы ее готовить Необходимо, чтобы ребенок правильно писал, необходимо готовить именно ребенка к письму как таковому То есть даже для того, чтобы написать какую-то одну букву У ребенка необходима работа целостная Система А что входит в эту систему? Туда входит очень много компонентов Ну, во-первых, первое, что это нейродинамический показатель Что значит нейродинамический показатель? Это умение работать Длительное время ребенок должен уметь работать В определенном возрасте Когда мы начинаем, кстати, когда надо, как вы думаете, начинать Готовить ребенка к письму Ну, мне кажется, с точки зрения не руки, а вообще в комплексе Я думаю, что это, наверное, с трехлетнего возраста Когда ребенок уже в процессе игры Может, например, задержать свое внимание Потом его переключить Ну, это мое представление Ну, чуть позже, конечно же, чуть позже Это начинаем мы с четырех с половиной С четырех с половиной А некоторых детей необходимо обучать этому с пяти-шести лет То есть это в зависимости от функциональной зрелости, да? Да, это совершенно верно От этого зависит И, естественно, функциональная зрелость у нас очень влияет на работоспособность ребенка Некоторые дети, вы сами видите, напишут одну букву и уже потом обливаются Уже устали Уже устали И, естественно, ту скорость, которую необходимо Ну, невозможно от него добиться Он устал, все, мозг не готов И мозг выключается Себя сохраняет Это первое, да, что необходимо Мы можем потом поговорить Про причины, да Чтобы нейродинамика у ребенка была достаточной Мне кажется, мы, конечно, в этой программе с вами заденем, да? Но вообще это тема вообще целой программы, да? Да, нейродинамика – это очень огромная тема Вот, это первое Во-вторых, нам необходимо, чтобы ребенок умел различать буквы, да? То есть нам необходимо слуховое восприятие А это к какому возрасту у нас получается? У ребенка уже более-менее готовность такая есть Чтобы он различал буквы и образы буквы Это четырех, ну, во сколько вы начнете его обучать, да? То есть дело в том, что слышать букву и ее написать – это две разных системы, понимаете? То есть вы можете, как по системе Глендомана, да, обучать ребенка с пеленок Обучать буквы, и ребенок, в принципе, вам выдаст эти буквы И в два года он покажет, где это буква А Но это нам для письма, в частности, это нам как бы пока нет Это нам ничего не даст совершенно, да? Это совсем другие системы То есть, конечно, он даже в два года, в принципе, когда вы ему будете показывать азбуку И говорить, где буква А, где буква Б Он уже будет различать, и он будет вам показывать Но это хорошо, образ буквы, значит, как бы он сформировался Насколько он повлияет на дальнейшее, это нужно смотреть, конечно Тоже не рекомендуется обучать очень рано буквам, да? Да, мы даже, наверное, громко будем сейчас заявлять о том, что мы вообще противники раннего развития, да? Скажем так, не противники Мы будем исходить от желания ребенка Если ребенок будет интересоваться в два года буквами Пожалуйста Тогда ради бога, тогда можно А если мы будем говорить, нет, ты сиди за партой и учи букву, я тебе сказала То мы навредим, мы огромнейший вред принесем То есть отталкиваемся от ребенка и следуем за ним Да От его возможностей От его возможностей Другое дело обстоит, конечно же, с письмом Да, совершенно другое И если мы, то есть если ребенок эту букву начинает различать, да? То есть вот А, мы сказали, Б, да? Какие-то буквы Там в два года он может вдруг различить, да, эти буквы Это одно дело Другое дело вычленить в слове эту букву и ее написать Это уже совершенно другой этап Вот смотрите, в слове ведь они вычленяют не букву, а уже звук Да, сначала, ну вот я о чем и говорю, да, то, что действительно, неправильно сказала немножечко Звук, они услышали этот звук и они сопоставили И с отнесли ее с этой вот буквой С этой буквой, да И для этого нам необходима другая область головного мозга, да, которая должна быть сформирована А она формируется какому возрасту у нас? Она формируется точно так же, как и весь любой другой процесс Постепенно, помаленьку, в зависимости от того, насколько внимание, насколько готов ребенок это воспринять, да Но у нас ведь есть дети, которые в 7, в 8, в 9, в 10, в 12, а то и в 15 лет не имеют возможности различить БП, ВФ, ГК, да И написание таких букв, как БД, например, да, ТН Они их не различают, они пишут вместо ТН, например Вы знаете, я до сих пор букву Ш и Щ, мне нужно время, чтобы задуматься, нужен ли там крючочек или не нужен У вас немножко здесь по-другому, я потом как-нибудь на этом сказку скажу Поэтому здесь очень важно, чтобы ребенок смог определить звук, прозвучащий в этом слове И соотнести его с этой, действительно, с этой буквой, да Кроме этого, это второй такой момент, да Третий момент, нам необходимо правильно удержать ручку при письме, да Нам нужна кинестетика Что такое кинестетика? Кинестетика – это наши ощущения, которые идут от органов чувств к головному мозгу И тут очень огромную роль играет именно этот момент Как ребенок чувствует ручку в своей руке То есть даже от того, как ребенок чувствует, будет зависеть, какой у него будет почерк Да, я всегда привожу такой пример Не пример даже, а прошу провести такой вот вариант пробы Я говорю, если вы правши, возьмите ручку в левую руку и постарайтесь написать Но я даю взрослым побольше букв, побольше слова, чтобы они поняли, насколько это сложно написать Сориентироваться на листе бумаги Я даю им побольше такие слова И тогда уже начинается теряться ощущение правильности держания ручки Правильное введение этой ручки А уж выписывание букв, оно уходит, наверное, вообще на последний момент А вот дети наши сталкиваются с этим на первом этапе однозначно На первом этапе обучения они сталкиваются с этим А потом, если, например, мы понимаем, что где-то проседает какое-то звено То тогда эта проблема, она тянется годами Да, да, конечно И начинают неправильно коррекцию Вот это самое Мы об этом поговорим еще обязательно Кроме того, нам необходимо еще уметь правильно начать эту букву То есть нам необходимо поставить руку с ручкой туда, откуда мы будем начинать писать А как родители говорят? Мы, знаете, мы даже ребенка, например, не стали обучать Пусть учитель научит У учителя знаний в детстве есть? Ну, конечно Я согласна, что профессиональные должны обучать письмо Это профессионалы Но дело не в том Дело в том, мы говорим о подготовке к письму Подготовка к письму не заключается в написании букв Ни в коем разе Вообще ни в коем случае Вот прямо давайте мы разведем два этих понятия То есть, пожалуйста, пусть учитель учит писать буквы Но для того, чтобы он правильно научил писать Рука должна быть готова Да, вот если мы говорим о киностатических ощущениях То рука должна готова быть А для того, чтобы она должна быть готова Нам необходимо очень много с ребенком заниматься Причем не обязательно дополнительно какое-то время А заниматься песком, лепкой, рисованием Пожалуйста, завязывание шнурков Вы посмотрите Очень много детей вообще не понимают Восемь лет Как завязывать шнурки Ну и в тринадцать не понимают Государство идет нам на помощь Покупая липучки, что очень вредит Водолазки, на которые не надо буговки застегивать В общем-то все делается для того, чтобы ребенок Как можно позднее овладел этим искусством На самом деле это искусство И, возможно, вообще никогда не овладел Да, такое подозрение, что как будто бы государство не заинтересовано В хорошо развитых умных людей К читаемому почерку Как бы вот оно не заинтересовано Начинать будем с себя Кроме того Получается, что вот сейчас хорошо, если бы нас услышали родители То есть если у вас есть маленькие дети То шнурки, пуговицы Это вот прямо, знаете, на уровне Как вот утром проснулись, почистили зубы Так же, да, все рубашки перезакрывали И вот это как раз идет подготовка к письму То есть писать можно начинать с 4,5, ну там и далее А подготовка должна начинаться уже раньше Вот эти же ладушки, да Вот сейчас дети не умеют играть в ладушки Вот эти же пластили, вырезать какие-то Фигурки Фигуры какие-то, да Делать всевозможные поделки Поделки, да То есть вот подготовка к письму начинается вот как раз с этого Ну сейчас все выдохнулись, сказали Ну этим занимались у нас в детском садике, да И вот тут тоже мы вроде бы как родители Вот здесь ответственность родителей Если вы видите, что у ребенка занимаются, но не получается Тогда как бы уделите, да, 5-7 минут времени вечернего Для того, чтобы исправить то, что не получилось Ведь воспитатель, он тоже не имеет возможности Всем-всем-всем уделить должное внимание Он и так старается, на самом деле, всем помочь У всех что-то исправить Но не каждый ребенок, в принципе, даже, да По своему темпераменту, по своему характеру Будет просить, чтобы ему помогли И будет, ну... Тихонечко, да, не получилось, не получилось Расстроился, расстроился Да, да, поплакал где-то там И может не позвать воспитателя, да К тому, чтобы исправить эту ситуацию Поэтому здесь ответственно все-таки, наверное, больше в степени родители То есть смотрим как... И всегда есть возможность обратиться к специалисту Да, который тоже может разъяснить и пояснить, как... Это делать Да, сделать это Ну, уйти от этой проблемы Что еще важно? Да, важно все Важно все Вот, то есть мы остановились на том, что нам необходима зрительная, да, система Мы сказали о киностатической ощущениях, да И нам необходимо зрение, зрительно-пространственный фактор Который будет определять И делать... Определять, откуда ребенок должен начинать писать Вот, вы понимаете, это настолько сложно Поставить точку у красной линии Или отступить три клеточки вправо, а две клеточки влево, например Это для ребенка, вот, со зрительно-пространственными, да, нарушениями Недосформированностью, скажем так Это нереально И тогда у нас на письме получаются пропуски не только клеточек, там, да У нас пропуски строк идут Или одно слово на строке может быть написано Второе слово может быть написано на следующей строке И самое главное, что у таких детей нет понимания левой половины поля То есть они начинают писать ближе к правой И мельчат эти буквы А то и пропускать приходится Потому что, ну, не влезает ведь, а надо, чтобы влезла А вот каким образом родитель должен увидеть, что вот здесь нужно на это обратить внимание То есть, ну, хорошо, вот мы с вами там, да, специалисты и знаем Что вот я вижу, что ребенку сложно даются графические диктанты Там, да, или там ребенок все время действительно оставляет какой-то такой промежуток места И задаешь, для чего это А он как будто бы даже и не видел, что тут было Было такое чистое пространство, да То есть, как вот мы можем, как просто родители могут определить, что тут надо над этим работать Ну, они же смотрят за своим ребенком Они же видят, как он рисует Где у него чаще располагаются детали главные В какой половине листа, например, да Как они вырезают Они тоже могут линию эту не видеть и срезать с левой стороны больше, нежели справа Справа они ведут по очерченной То есть, правильно ли я понимаю такой явный признак Вот несформированности вот этого зрительного пространственного, да, компонента Когда ребенок не видит строчку, на которую опираются буквы Да, или, например, рисуешь кружочки Он может выезжать за строчку, да Он может вверх выезжать, он может вниз выезжать, да Он может ширина, высота буквы не соблюдать Ну, если мы говорим уже о школьниках, да Если мы уже говорим о школьниках Вот, но, видите, по одному симптому ничего мы сказать не можем Конечно, тут просто комплекс должно быть Да, тут должно быть еще что-то, да То есть, какие-то моменты То есть, мы можем видеть, что у него всегда на столе Какой-то вот беспорядок присутствует То есть, он оптически не видит этого Да, ему все на своих местах, в принципе, лежит Кроме того, он когда может застегивать пуговки на рубашке своей Он может не видеть, что он пропустил одну петельку И застегнул на следующую, да То есть, и он этого даже может не заметить Кроме того, дети с оптико-пространственными такими нарушениями Они, ну, тут кроме этого еще кое-что Но они часто спотыкаются И сшибают углы, как мы говорим Идет, и вот сшибают все углы Может идти мимо парты своего одноклассника И случайно, действительно случайно сбить с парты учебники Да, а учителя говорят, что все время причиняет всем этот шум Да, все время Или говорят, он неряшлив, например У него вечно ручки по всему парту Он мешает соседке своей Ну, тут еще кроме оптико-пространственных еще кое-что есть Вот, поэтому, то есть, надо наблюдать за его поведением Да, как он режет хлеб Все равно деткам уже дают в школе резать хлеб Они сами себе, да, нарезают Толстый, тонкий, да Ну, это понятно, что это еще от моторной координации тоже зависит Да, там, но если это постоянно То есть, навык не приобретается То мы можем сказать о том, что действительно у ребенка есть вот эти вот нарушения То есть, он не видит, да, как за рулем люди ездят, например, да И они не видят Не чувствуют габариты Габариты машин, да И они могут лет 10 проездить И только потом они начнут понимать, что да, точно Я здесь-то проеду уже А вот здесь-то точно не проеду А здесь-то точно, да Или которые, знаете, или эти дети еще Оптико-пространственные нарушения, да Дольше находят дорогу даже до туалета в школе Да, потому что вот, ну, блудятся И вот каждый раз, когда, например, на консультацию ко мне приходят родители И говорят, такое ощущение, что ребенок просто пытается нас злить И учителя уже там, да, объясняют, что вот сюда нужно отступить две клеточки Вот здесь три, у нас уже это правило знает весь класс А вот ваша дочка или ваш сын никак не может понять элементарные вещи, да И вот поверьте, что в это время ваш ребенок точно меньше всего Хотел бы разозлить учительницу, досадить ей Или же вас, да Это просто... Вначале Да, это просто моменты, что я не могу Помогите Помогите, это крик о помощи Это колокола звенят уже Это уже колокола звенят, ребенок просит о помощи, да И здесь необходимо обязательно Ну и кроме того, естественно, метод наблюдения Следящей диагностики никто не отменял Мы можем всегда посмотреть в тетради и увидеть, как же он, да, отступает Как же он пишет, какие у него буквы, куда он выезжает, съезжает И это нам уже, вот если со всеми-со всеми этими симптомчиками То мы можем говорить об оптике пространственных каких-то нарушений Кроме того, да, для того, чтобы письмо Нам необходима кинетика Так То есть у нейропсихологов это называется динамический праксис То есть нам необходимо уметь переключаться с одного элемента на другой элемент И вот этот момент тоже очень сложный Мы очень часто встречаем детей, которые в слове, например, мама Могут дописать в первой букве не три элемента Из каких элементов она состоит А четыре и пять То есть они не могут остановиться и переключиться на следующий элемент Или, например, они прежде, чем перейти от буквы А к следующей букве М Они три, четыре, пять раз могут обвести этот кружочек Да, этот сам кружочек И только потом переключиться на этот элемент И получается что? И получается то, что ребёнок отстаёт в письме Он не догоняет И там пошли следующие сложности То есть ритм, да? Да, вот я почему и говорила про ладушки Это ритм, да, основной Который необходим ребёнку усваивать Да, и это уже прематурно оно скоро начинает работать Кроме того, нам необходима для письма контроль над тем, что мы делаем Контроль и программирование Что я собираюсь делать потом дальше? И ни в коем разе даже шум за окном не должен нас потревожить Или когда ребёнок входит после перемены в класс То он уже должен услышать учителя И открыть учебник на той странице На какой сказал учитель А не быть ещё там в коридоре Играя или бегая Играя, да А потом начинает вертеться и кручиться То есть контроль над собственной деятельностью Ну, кроме как поведенческой Ещё и контроль за тем Что я должен сейчас писать Или что я сейчас должен делать Правильно ли я понимаю Что вот все те пункты, которые мы сейчас назвали Они в норме у нас должны созревать к 7 годам Все по-разному Да, все по-разному Но тем не менее, почему-то именно в 7-летнем возрасте Мы стараемся ребёнка начинать обучать в первом классе Мы начинаем понимать, что он уже выдержит эти 40 минут С перерывами в 10 минут Со здоровым мозгом, да Да Ну, то есть давайте мы будем говорить, что это норма Но норма же у нас очень относительная Да, и она у нас сейчас такая прямо расширенная Очень, очень расширенная И понимаем, что каждый ребёнок будет созревать в своё время В своём темпе Да, и это нельзя забывать ни в коем разе Но об этом забывается в системе образования Ну, к сожалению Поэтому есть специалисты, да, которые могут подсказать родителю Нужно отдавать ребёнка сейчас в школу или нет Ведь очень часто приходят родители и говорят Он у нас гений Он идеальный просто Но нам сказали сходить к вам, зачем, не знаю Я согласна, да Кара работает хорошо Память, внимание, мышление Прямо на уровне чуть ли не 2-го, 3-го класса Уже умножает перед школой Да, есть такое А, извините, физика не готова Понимаете? Он не усидит Он не может контролировать себя Он очень Ну, вот как раз и нейродинамика И контроль над произвольностью Они очень долго созревают И очень поздно И поэтому такому ребёнку выйдет очень сложно в классе И всю свою гениальность Он после первого полугодия первого класса Он потеряет И это очень обидно Это очень жалко Кроме того, что он потеряет Он ещё ярлыки себе навесит Неугомонного, плохого, неудобного и так далее Оля, а вот скажите В случае, когда, например, ребёнок в первом классе В первое полугодие Когда старался выводить все эти буковки Красиво, очаровательно Хвалили, восхищались А во втором полугодии Не узнают малыша Потому что почерк, да Буквы прыгают туда-сюда И когда ему задают вопрос А что... Посмотри, как было и что сейчас стало Он говорит, а сейчас у меня требуют скорости Но тут, наверное, скорее всего Я скажу так Сразу было Не всё хорошо Где-то в каком-то отделе головного мозга Что-то было не очень хорошо Но пока первое полугодие Они пишут... Не спеша Не спеша И ребёнок со своей старательностью Гиперответственностью И гиперэнергетикой После которого может закатывать Сильно уставать И истерики Потому что действительно Он очень сильно устает Он пока справлялся Чуть темп увеличили И у него вышло то Что было недосформировано Необходимо просто досформировать Да... Такие случаи тоже встречаются В практике Очень часто Я говорю, что из садиков приходят Дети очень хорошие А в школе После первого полугодия Появляется очень большая Вот недаром сейчас Появилась новая профессия Нейропедагог Потому что мне кажется Что вот Она просто должна была Уже вызрела Вот это состояние Потому что мы с вами Прекрасно понимаем Что как будто Педагогика сама по себе Система образования Сама по себе Развитие мозга И всех вот этих Остальных систем Необходимых Для процесса Успешного обучения Они как будто Параллельно шли И очень многие дети В наше время Да, в наше время Сталкиваясь Вот с этими сложностями Трудностями Они начиная спотыкаться С первого класса Просто отбивали желание Да, вообще учиться У них Процесс письма Да, как таковый Он вообще очень сложный Да Потому что ребенку Ну вот я говорю Кроме Вот как вы вот Все это сказали Действительно Да Действительно ему очень Сложно собраться В новую На него же В первом классе Большой груз ответственности На плечи ложится Во-первых Новая обстановка Новый руководитель Новые друзья На самом деле Вот если я спрошу взрослого Кто бы с удовольствием Сменил свой коллектив Пусть он даже худенький И плохенький Да Как-то вот взрослые Не особо хотят Да Там даже период адаптации Знаете А у ребенка Представляете Его говорят Школа это классно Школа это здорово Школа это вообще Вообще самое-самое то Ты стал взрослый Да И на вопрос Хочешь ли ты учиться в школу Ты должен отвечать Да Хотя я не хочу совсем А знаете почему Перестали дети Хотеть учиться Ну мое такое предположение Потому что школы развития Их уже просто замучили Если ребенка с трех лет Садить за парты Это представьте Плюс 11 лет До с трех Да еще Это 15 лет они учатся Это только в школе Ну как бы да Чтобы закончить Среднее образование А плюс еще Институт Институты Дай бог Да Вот Я бы тоже наверное Не хотела учиться в школе После того что со мной Вытворяют родители Честно Тогда давайте вот сейчас Перейдем У нас всего немного времени Осталось Но очень такой важный момент Вот мы перечислили Все эти системы Которые Нет не все Еще даже не все Да Кроме того же Необходимо ведь Кроме письма Кроме написания этих элементов Да Необходимо ведь эту буковку Да господи боже мой Ее разделить на элементы И ребенок должен Вспомнить как она пишется Да Должен Приготовить весь свой Мышечный аппарат Да К этому И много-много чего То есть Процесс письма Он настолько сложный Потому что Ребенку необходимо Буквы делить на элементы Каждый элемент Написать Во-первых Вспомнить Да Как он пишется Написать Ручку поставить Мы уже об этом говорили Правильно Да Мышечное напряжение Должно быть Качественным То есть Не зажата рука Да Движение плеча Движение кисти Движение пальцев Это все Сказывается на бедном Этому ребенке То есть Поэтому процесс письма Очень медлен И не надо торопить Всего свой темп И Потом уже Когда вот это вот все Он с элементами Вспомнит Он напишет Он сравнит Этот тетралон элемента Правильно Неправильно И только потом Мозг дает Возможность Написания этой буквы Да Еще плюс Физическая Да Вот это То есть Это процесс Мы с вами Даже Малую-малую Малую часть Малую часть Да Мы не схватили Единственное Что очень хочется сказать Не торопите своих детей Просто должна быть система Если вы хотите Чтобы ваш ребенок Был готов к письму Вам необходимо Это начинать С самого раннего детства Или это должно быть Все что угодно Только не написание букв Написать буквы Можно начинать С четырех с половиной лет С четырех с половиной Пяти А то и шести А то и семи лет Все зависит от развития мозга Да И вы должны начинать Заниматься Лепкой Рисованием Завязыванием шнурков Морские узлы Пожалуйста Вяжите Развязывайте Лепите пельмени Лепите пироги Вот это пожалуйста Это под готовность Дальше делаем массаж рук Делаем пальчиковую гимнастику Всевозможную Сужоки Все различные Массажеры для рук Обязательно Переключение ладушки Обязательно Чтобы этот процесс сработал Чтобы у нас не было Кинетических сложностей Это обязательно Даже Да Даже можно Прямо Да вот Я всегда говорю Если вдруг вам Лень читать Какую-то научную литературу Да Откройте Те каналы Которым вы доверяете Да Забейте В поисковике И посмотрите Как специалисты Занимаются С ребенком Будьте внимательны При этом Не надо смотреть На подготовку руки К письму Необходимо Обратить внимание На те методики Которые готовят К самой деятельности Письмо То есть рука Это не основной элемент Естественно Он не неважный Он важный Да Конечно Но не только От руки Зависит написание Даже буквы Вот Я всегда Студентам Задаю такой вопрос Как вы думаете Умение кататься На велосипеде Влияет на письмо И Все говорят Ну а при чем тут Письмо И умение Крутить педали Оказывается Даже Вот это Увлекательное занятие Тоже влияет На развитие Нашего мозга Следовательно И влияет На развитие Как мы будем писать С вами буквы Конечно Поэтому Лето На то оно и лето Чтобы ваш ребенок Сейчас И бегал И прыгал И танцевал И слушал ритмы И выполнял под этот ритм Какие-то движения Вазал по деревьям Через заборы Господи Плавал Да Катался на велосипедах На самокатах Завязывал штовки Играли в городки Это вообще классная игра На зрительно-пространственной координации И хотелось бы сказать Как перед школой Родители могут посмотреть Готов ли ребенок Готов ли Готов ли К письму Ребенок Для этого Мне очень нравятся Моменты Которые Выделила Мазина Вероника Она занимается Очень давно Уже лет 10 Как раз Почерком И она говорит Если вы хотите узнать Готовы ли Готовы ли Ваш ребенок К письму Вы Попробуйте Дать ему Графический диктант На пустом листе То есть Забор Из элементов Л состоит И пусть он продолжит Но это должно быть На пустом листе Ни на клеточек Ни на клеточек Ни на клеточек Это первый Насколько у него Четко Стараться бы В зависимости от возраста Если это перед школой Стараться Чтобы это было Неотрывное письмо Безотрывное письмо То есть Буковку Л И дальше все Буковка Л Л идет Как пила Как забор Можно И поставить задачу Что ты попробуй Этот заборчик Простроить От начала До друга И посмотрите Съезжает куда он Или не съезжает Насколько элементы Увеличиваются Или уменьшаются Насколько они становятся Рядом Друг с другом Прижаты Как будто бы слепаются Как будто бы слепаются Или может быть Еще какие-то Появляются Элементы Площадки Именно этого элемента Л И кроме того Или вообще появляются Другие буквы Такое тоже у нас есть В практике Откуда-то возникают Квадратики И ролики Тут же Для специалистов Это конечно Своего рода Такие маркеры Для того Чтобы знать Куда развивать Дальше ребенка И какие там Есть сложности Которые нужно решить Да Кроме того Берете тетрадку В линию В тоненькую линию И говорите За минуту Ты должен провести Десять линий Не задевая края Разлиновки И смотрите Если он выполняет За минуту семь И у него в принципе Ровненько Прошли Молодцы Хороший тост Да Кроме этого Вы нарисовали ребенку Треугольник Квадрат Круг Он должен Срисовать эти Фигуры Эти фигуры Да И посмотрите Насколько приближены Они к идеальному Да Вашему Нарисованию Тоже Это очень большой момент И родители Должны обратить внимание Получается у них Это или нет Очень мне нравится Ее момент Я на своей практике Тоже Попробовала Даем В руки Стирательную резинку И говорим Сотри Что-нибудь И здесь уже Идет крупная моторика Да То есть Здесь идет Двуручное движение Межполушарное Взаимодействие Смотрим И как ребенок стирает До конца он стирает Не до конца он стирает Или он стирает до дыр Это очень важно Да И еще Насколько действует Вторая у него рука Насколько она ему помогает Поддерживает Или не поддерживает Да Очень часто дети Не поддерживают Вообще Пририсовывают И поэтому Листочек бывает смят Неаккуратен Неаккуратен И все такое прочее Да Потом Мне очень нравятся Скрепки Берете большие Канцелярские скрепки Даете листочек Это уже мелкая моторика У нас пошла Да И говорите Скрипи С крепкой Листочки Получится у тебя Это или нет Получится у тебя Или нет Да Кроме этого Играем в мяч Насколько ребенок Умеет ловить мяч Ну я не сделаю Наверное сейчас Из этого Какое-то Открытие Открытие Да Дети в мяч Не играют Они не умеют Ловить Ну по крайней мере Тех кого я вижу Моменты захвата Да Это очень-очень важно Вываливается Вот на самом деле Вываливается Мяч из пальчиков То есть они настолько Мягкие Настолько они твердые То конечно Откуда он будет писать Ольга Знаете Я предлагаю Нам еще раз С вами встретиться И продолжить Уже давать Практические рекомендации Да Родителям У нас впереди Еще целое лето И конечно же Можно за эти 3 месяца Помочь ребенку Освоить очень много Навыков Для того Чтобы потом Ему было легче И проще писать Сегодня мы говорили С нейропсихологом Ольгой Скрябиной О причинах Плохого почерка С точки зрения Нейропсихологии И как вообще Ребенку можно Во всем в этом помочь Это была программа Практической психологии Всем желаем Любви, здоровья и счастья До свидания Практическая психология